Люди давно не ходят по магазинам. Они давно не ищут их. Они покупают и получают реальные деньги обратно за свои покупки в интернете. Letyshops.ru. Проходи по ссылке в описании и покупай с реальной выгодой. Сейчас я покажу, как телефон Yumi Diamant справляется с игрой Asphalt 8 на самых высоких графических настройках. Продолжение следует... Как можно было заметить, Asphalt 8 идет с подтормаживанием. Имеются фрезы, небольшие поддергивания. Его прямой конкурент Yuhans A101 справлялся с этой игрой на высоких настройках намного лучше. Платформа у них одинаковая. MT67-37. Но у Yuhans A101 у него в два раза меньше памяти. 1 гигабайт и 8 внутренний накопитель. У этого 2 гигабайта оперативы и 16-стройный. Это скорее всего говорит о том, что оболочка в Yumi Diamant плохо допилена. У Yuhans A101 из коробки была уже очень неплохая оптимизация. Телефон немного неоднозначный. Не каждому подойдет его вес. Вес его около 180 грамм. Тяжеловато для девушки. Мне кажется, будет немного некомфортно. Звук разговорного динамика неплохой. И слухового. То есть я разговаривал тихо. И меня слышали отлично. Никто меня не переспрашивал. И я отлично слышал собеседников. Разговорный динамик здесь хороший. Также хороший здесь микрофон. Сейчас пробежимся немножко по тестам. В программе Antutu Benchmark 627. Телефон набирает 28 780 баллов. Нормальный результат для этой платформы. Здесь все стандартно. 67-37 платформа у него. Процессор Mali-T720. Двухъядерный графический ускоритель. Разрешение дисплея HD. Камера 13 Мп. Но это интерполяция. По памяти оперативы в нем 1944. Это у нас получается 2 ГБ свободное 1290. По внутреннему флеш-накопителю всего 11 ГБ с хвостиком. Свободное на данный момент 8 и 19 ГБ. Я уже просто установил некоторые программы. Поэтому чуть-чуть отъело. Плотность пикселей 320 dpi. Да, здесь отображение дисплея неплохое. Пиксел можно увидеть, если только сильно присматриваться. Сейчас покажу по тесту мультитача. Мультитач набирает у нас 5 касаний. Немножко все равно какой-то притормаживающий мультитач. Немножко тормозной. В Юхансе А101 там вообще был шикарный мультитач. И причем на 10 касаний. Касание у них не сливается, как это было в Юми Лондон. Там был тач на 1,5 касаний. И когда переводишь горизонтальную плоскость, то касания сливаются в одно. Там тач был очень неадекватен. Здесь тач на порядок выше. По камерам 13 Мп у нас основная и фронталка на 5. Это все интерполяция. Значит получается, камера у нас основная на 8 и фронталка всего лишь на 2. Приписывают интерполяцию. Это не очень хорошо. Фото весят больше, а эффекта никакого. Можно будет сказать так. Ну и под датчиком здесь стандартные датчики. Три штуки. Не знаю почему-то магнитометр сюда впихнули. Он как бы прописан, но его на самом деле нет. Это я еще потом покажу. Стандартный акселерометр, встроенный практически в каждую бюджетную модель. Нормально слушается. Еще имеется датчик освещения, который притухает. Также вот видно, что и меняются значения. Работает нормально. И имеется еще у нас датчик приближения. Все отлично. Также здесь обозначен, что есть сенсор ориентации, но на самом деле его нет. Куда бы мы не поворачивали телефон, пузырьки с воздухом у этого уровня стоят на месте. То есть это просто какая-то пустышка. По результатам тестирования Wi-Fi соединения в программе Speedtest, телефон показал 43 на прием мегабит в секунду и 42 на отдачу. У меня маршрутизатор стоит с тарифным планом интернет 50 мегабит в секунду. В принципе это нормальные результаты. Wi-Fi работает здесь неплохо. По результатам проверки тачскрина в программе TestTouch, в принципе все нормально здесь прописываются линии от края до края. Мертвых зон особо нигде нет. Все это я проверял. Но по краям я заметил, что немножко дергается, как бы линии волнистые получаются, что сверху, что снизу. Вроде ведешь прямо, а она как-то немного искривляется. Еще раз повторю, в Юханте А101 и А101С там тачскрин намного адекватнее. Там вообще шикарный тачскрин. Мне в тех телефонах очень понравилось. Компания Юханс молодцы. На тачскринах там не сэкономили. Здесь немножко тачскрин такой неоднозначный. Я бы поставил этому тачскрину оценку 4 из 5. А так в принципе это полноценный IPS с технологией OGS. Без воздушной прослойки. Изображение лежит как будто на поверхности. Искажения тут минимальные. Есть немножко переход в светлую сторону. Но это только если очень круто заворачивать телефон. Никто так не пользуется. Все смотрят на него перпендикулярно. По результатам тестирования телефона Юми Диамант в программе Эпик Цитадель на высокой производительности телефон набирает 45 баллов. А на ультра высоком качестве всего лишь 25. Оно и понятно. Процессор здесь не игровой. Но на средних настройках вполне можно будет поиграться. Вот так этот девайс прокручивает видео в формате Full HD на стоковом плеере. Изображение такое же в принципе как на моем рабочем телефоне Lenovo S850. Цвета определяет адекватно. Также при тормаживании особых я не заметил. Видео в формате Full HD. Можно будет смотреть на этом телефоне без проблем. Мультимедийный динамик в этом телефоне тиховат. Я не знаю возможно можно будет поправить в инженерном меню. Но он тиховат. Сейчас я включу стандартный плеер. Вот полная громкость. Такое чувство, что динамик немножечко захлебывается. Скорее всего сэкономили на мультимедийном динамике. Мультимедийный динамик мне здесь не очень понравился. Какой-то он плоский и тихий. Встроенная вспышка, также выполняющая роль фонарика, здесь средненькая. Не сказать что хорошая, не сказать что плохая. Но она средненькая. Фото со вспышкой получаются неплохие, но на небольшом расстоянии. В Юме Диамант из коробки установлен Play Market. Больше здесь особо сервисов Google нет. Это хорошо, оперативную память сильно не забивает. Здесь по памяти у нас получается в среднем занято 600-700 мегабайт. 1,2 гигабайт у нас свободной оперативной памяти. По камере снимки получаются не особо чем-то примечательны. Средние снимки, по-моему в Юхансе А101 снимки были на порядок получше. Здесь снимки мне не особо понравились. Вот фото со вспышкой, с близкого расстояния. Конечно мутновато все это. Камера здесь естественно бюджетная. Все примеры снимков, сделанные этой камерой, также видео. Я вставлю в конце этого видеоролика. Можно будет посмотреть. И при съемке видео эта камера не имеет автоматической фокусировки. А в телефоне Юханс А101С там фокусировка срабатывала автоматически. Плюс ко всему в Юме Диаманте расстраивает вот эта вот крышка глянцевая. На которой моментально отображаются все отпечатки. И только вы его схватили, все он весь жирный. Я думаю, что это многим не понравится. Юме Диаман, так же как и его конкурент Юханс А101, поддерживает OTG. То есть подключение внешнего USB накопителя. Переходим сюда и вот они все файлы. На значок годников отечественной статистики, что там скрывать, ха-ха-ха, начальником отдела легкой промышленности, родненькой промышленности. Как вы на это смотрите, Анатолий Ефремович? Отрицательно, Прокофьев, Анатолий Ефремович. Я без инициативен, не расторопен, не ловок, а также робок, Людмила Прокофьевна. Я вам завалю всю работу отдела легкой промышленности. Кто угадал название фильма, ставим лайк. Безопасное извлечение USB накопителя осуществляется из раздела настроек по вот такому значку. Устрой безопасно извлечено. Все, можем его вытащить. Скриншот с экрана этого телефона можно сделать штатными средствами. Для этого необходимо зажать одновременно клавиши громкость вниз и питание. Все, после этого мы найдем свой скриншот, опустив шторку. Вот он. То есть не нужно никакие сторонние программы скачивать и устанавливать. Аккумулятор на этом телефоне 2650 мАч. Я его зарядил только один раз. Телефон пришел ко мне 50% зарядом. Я его протестировал. Пол дня он у меня разрядился. После этого я его полностью зарядил. Зарядка продолжалась где-то 2,5 часа. И вот тестирую я его пол дня. 7,7% у меня на остатке. На данный момент об аккумуляторе ничего плохого сказать не могу. Но ему еще надо пройти цикл разрядки зарядки порядка 7-10 раз. После этого он выйдет на свою максимальную мощность. Для тех, кто не знает, как убрать штатными средствами вот эту поисковую строку Google. Сейчас я покажу. Для этого нужно зайти в настройки. Далее в мои приложения. Тут найти приложение Google. И здесь будет кнопка отключить. У меня сейчас кнопка включить, потому что я уже его отключил. Нажимаем кнопку отключить и перезагружаем телефон. После перезагрузки строки этой не будет. Также при нажатии и удержании клавиши домой должно активироваться приложение Google Нов. Но после того, как мы отключили Google приложение, Google Нов также отключился. И при нажатии и удержании клавиши домой ничего не происходит. Просто короткая вибрация. Я надеюсь, что компания Юмия будет допиливать эту прошивку, чтобы система работала более адекватно. Уже есть обновление. Я прошью. Потом посмотрим, проверим. Изменилось что-то или нет. В общем, я бы сделал ставку лучше на телефон Юханс А101. Пусть у него чуть поменьше памяти, но у него как-то все более адекватно работало. Вот такое мое короткое мнение о этом телефоне. Протестировал его всего лишь сутки. Дальше смотрите примеры фото и видео. На этом все. Если видео было полезно, ставим палец. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Проверка камеры и микрофона телефона Юми Диамант Автофокуса нет. Фокус работает только по тапу. Пример видео с включенным штатным фонариком. В бухгалтерии есть там интернет? Может теракт какой-то обрезали нам там кабель? Есть такие хулиганы, да? Надо же с ними как-то бороться. Какая-то... Мы это как-то... Не знаю... Да... Терезда... Терезда... ... ... Субтитры подогнал «Симон»!